Друзья, всем привет! Новое видео с Минского автоконфиската. Сегодня посмотрим, ну как обычно, в основном новые поступления. Сначала будут новые поступления, а в конце, как вы меня просили, ну по крайней мере много было комментариев, посмотреть мотоблоки, которые есть сейчас в данный момент в наличии, что переоценено было. В общем, в конце будут мотоблоки. Также не забываем ставить лайк под этим видео, пишем свои комментарии, задаем свои вопросы. Ну и если, конечно же, вы не подписаны, подписываемся на канал. В общем, всем приятного просмотра. Погнали смотреть видео! Итак, друзья, Volkswagen Tiguan 2008 год, 2 литра, дизель 12634, получается 5500 долларов, можно видеть, в аварийном состоянии. Здесь все вот таким вот образом оно выглядит. На саморезах. Ну, видно, крепили крылья, докупили. Ну, непонятно, видно, удар неслабый был. Он на механической коробке передач, ну, можно видеть, по салону он комплектный, конечно. Лобовое разбито, трещина. Задние стекла тонированные, но, не знаю, как на камеру, но так, вроде как, салон комплектный. Здесь трещина. Бампер задний треснут. Ну, можно его реанимировать. Целесообразно ли это? Ну, можно видеть. Весь бок пожеванный. Тут кто-то, видно, уже отбивал так, по-грубому. То ли он на бок лёг, то ли что, непонятно. Ну, в общем, такой вот экземпляр. И ценник у него, получается, стартовая цена. Он появился. Появился он 12.12.2018. Ну, пока его оценили. Здесь вот такая вот беда. Получается 5.700, грубо говоря, стоимость стартовая. Так, друзья. Следующий не так давно появился вот такой вот Mercedes-E2. 211-й кузов 2003 года, 2.7 дизель. Просят за него 17.172 рубля. Приблизительно получается где-то 8.000 с мелочью стартовая цена через интернет-аукцион. Ну, салон комплектный и можно видеть, что в неплохом состоянии для 2003 года. Да, год выпуска 2003. Коробка-автомат. Полностью комплектный, но, по крайней мере, выглядит он внутри. Литые диски Mercedes-E2.25 дробь 55 R16. Парктроники. Ну, это сейчас, в принципе, это неудивительно. Так, друзья, давайте обойдем. Ну да, можно видеть, что даже водительское сиденье в хорошем состоянии, без каких-либо повреждений. Ну, в принципе, по салону свеже выглядит. По оптике, по стеклам повреждений никаких я не увидел. Сколов, трещин. В принципе, неплохой экземпляр. Следующий. Вот такой вот китайский паркетник. 2015 года. 1.6 бензин. Просят за него 15768. Ну, по салону он комплектный. В принципе, свежий автомобиль. Если я не ошибаюсь, вроде как похоже, что коробка... А, ну да, механика. Механическая коробка передач. Есть у него вот такие вот нюансы непонятные. То ли удар был, тут пытались как-то все это замазать не очень красиво. Ну, вот такое вот повреждение, судя по всему. Ну да, и здесь тоже. Небольшой, видно, был удар в эту часть. Ну, а так... Ну, хрен его знает, сколько они идут сейчас по рынку. Пятиступенчатая у него механическая коробка передач. Тряпичный салон. И получается где-то 7,5 тысяч долларов стартовая цена. Друзья, следующий. Ситроен Псантия. 2002 года. 1,8 дизель. Стартовая цена через интернет-аукцион. 5,416. 5,416. Ну, приблизительно 2,500, 2,580. Как-то так ценник начальный на данный автомобиль. Механическая коробка передач. Магнитолы нету. Аккумулятор стоит в салоне. Тряпичный салон. Это универсал. Резина. Резина, кстати, в неплохом состоянии. Что касается фар, стекол, вроде все целое. Так, где-то, судя по всему, запаска. Ну да, одно переднее колесо. Это запаска. Мамент с клубом скреплений. Ну, даже не знаю. 2,500 с небольшим. Стартовая цена. Друзья, смотрите сами. Следующий. Volkswagen Jetta 2. Старенькая. 87-го года. Кстати, 87-го года и у моего отца когда-то была такая машина. В 97-м году. Если я не ошибаюсь. 1,404 рубля. 600 где-то 80-670 долларов. Стартовая цена. Механическая коробка передач. Ну, по салону. Для его лет, наверное, и более-менее. Ну, конечно. По кузову нету молдингов. Понятно, коррозия. Давайте по низу, кому будет интересно. Ну, все-таки, я думаю, что ценник немножко завышен для такого автомобиля. Резина. Резина, кстати, хорошая. Зимняя по состоянию, по износу еще походит. Ну, да. Резина неплохая. Совсем даже, я бы сказал, неплохая. Ну, на мой взгляд, дороговато. Дороговато, друзья. Еще один автомобиль из недавних поставлений. Volkswagen Passat B5. 99-го года. 2,3 бензин. 6,696 рублей. 3. Ну, грубо говоря, порядка 3-100 долларов. Стартовая цена. С повреждениями можно видеть. Фара вроде целая, но, скорее всего, укрепление сорвано. В черном цвете. Неплохие литые диски. Хорошая, отличная шипованная резина. В хорошем состоянии. Ну, и комплектация, судя по всему, в общем, у автомобиля неплохая. Во-первых, 2,3 объем. И на коробке автомат, кожаный салон. Ну, по салону вроде комплектный. Ну, состояние салона среднее, на самом деле. Хотя, для его лет, наверное, и не самое ужасное. Ну, вот, можно видеть много таких мелких потертостей. Несмотря на повреждения, которые спереди имеет автомобиль. Много вот таких вот коцок всевозможных. Ну, резина, друзья, тут без вопросов. Отличная резина. Ну, по салону, конечно. Ну, хотя, для 99-го года. Мотоблоки. Этот был переоценен. Был 658, сейчас 592 рубля. Где-то 280 долларов. И вон и ценник. Такой вот китаец. Следующий фермер. ФМ903 МС с прицепом. То есть, он с прицепом продается, судя по всему. С бензиновым двигателем. 270 кубов. 9 лошадиных сил. 777 рублей. 340-350 долларов. Ну, он так вроде живой. Резина, конечно, уже не очень. Но, если с прицепом, за 300 с чем-то долларов, наверное, и неплохо. Следующий культиватор. Фермер. ФМ. 15-11. 17-го года. 912 рублей. 400, где-то 420-430 долларов. Просят за него. Вот так он выглядит. Кстати, выглядит неплохо. Но и ценник у него не сильно маленький, на мой взгляд. Но состояние приближенное к идеальному, судя по всему. Мотоблок профи. 1800 MB 8G. 17-го года. 864 рубля. 400 долларов. Это, если я не ошибаюсь, реализация через аукцион. Вот можно увидеть, цена поступка... А, ну, в принципе, он не переоцененный. Следующий мотоблок. ВИМА. Год выпуска не установлен. Вот первоначальная цена поступления. 464 рубля. А сейчас он 344... Ой, 394 рубля стоит. Меньше 200 долларов. И вот такой вот мотоблок. 907 рублей. Ну и следующий, кстати, все те же, что и были. И следующий мотоблок. Состояние визуально у него новый, судя по всему. 1261 рубля. Ну да, наверное, он все-таки новый или почти новый. Где-то 580 долларов ценник. Ну, друзья, то, что просили, то и показал. У меня есть вот такой вот велосипед. Мотовелосипед. 516 рублей. 240-250 долларов. Петербург. 718. Эпига. 317. Εиндорож剷 steal $400. 0.456. Продолжение следует...